Всем привет! На сегодняшний день я думаю многие уже знают, что такое ирригатор для полости рта и для чего он нужен. А если нет, то вкратце это устройство, которое помогает поддерживать гигиену вашего рта. Особенно если у вас есть брекет-системы или имплантанты, то это незаменимая вещь для вас. Любой стоматолог после установки таких систем будет настоятельно рекомендовать вам ирригатор. И да, мой стоматолог меня не убедил купить это несколько лет назад. Но спустя время на приеме у стоматолога я все-таки понял, что я ошибался ранее и он меня убедил в эффективности этого устройства. Буквально несколько лет назад такие устройства были стационарными и требовалось много места для них. А мобильные ирригаторы были слабыми и бесполезными. Но время не стоит на месте, китайцы умеют удивлять. Этот ирригатор мало того, что с богатой комплектацией, так еще по мощности струи не уступает своим стационарным собратьям. А этот до 760 кПа. А заказать это чудо можно как из российского склада, так и из Китая. Я никуда не спешил и решил заказать прямо из Китая. А все потому, что я пользуюсь кэшбэком от EPN. И при заказе из Китая мне возвращается 7,5%. А это на минуточку от 2150 рублей тоже деньги. И кстати, так как у меня шел из Китая, я надеялся, что я через месяц получу. Но нет, буквально через 3 дня ко мне постучал курьер. Представляете, это служба EML. На удивление. Давайте распакуем и посмотрим. С виду такая простенькая коробочка. Здесь краткие характеристики. Давайте скроем и посмотрим. Там пусто. Здесь включается инструкция. Ну, как известно, написано, инструкция на английском языке. Кому интересно, могут, конечно, ознакомиться. Ну, я надеюсь, там все интуитивно и так понятно. Можем заметить, этот арригатор вставляется вот в такой сумкой. То есть, эту сумку можно удобно брать куда-то с собой в поездке. Что нету конкурентов, прошу заметить. В сумке идет комплект из... Давайте распакуем и посмотрим. Две обычные насадки совершенно одинаковые. Но отличаются только цветами. Ну, судя по всему, это просто... Это, может быть, для жены. Это для мужа. Ну, либо еще для кого-то. Далее. Насадка для языка. Чистки языка. Щетка. На мое удивление. Ни в одном арригаторе я не встречал щетку. Интересно, как она будет работать. Я еще посмотрю чуть позже. Это насадка для брекет-систем. Здесь такая вот щеточка. И вот эта насадка как раз таки для имплантантов. Которого учащают под коронками и между зубов. Ну, а вот это... Это заглушка для места зарядки. К этому мы вернемся чуть позже. Далее нас тут решает вот такой вот кабель для зарядки. Кабель длиной... Длиной где-то метр. Удобно. То есть один конец мы подключаем к аригатору для зарядки. Второй совершенно в любое зарядное устройство. Ну и собственно сам аригатор. Больше в сумке ничего нет. А, здесь еще сделаны такие удобные кармашки. Ну, судя по всему, это, наверное, как раз таки для насадок. Либо для кабеля. Удобно. Кстати, прошу заметить, в этом аригаторе заглушка есть. То есть получается, что вот эта заглушка, которая давалась отдельно, она в качестве запасной. То есть если вы потеряете эту заглушку, то у вас еще будет вот такая. И прошу заметить, в отличие от конкурентов, во-первых, этот аригатор имеет не один, не три режима, а целых пять. Потому как, допустим, если у кого-то очень чувствительные десна и кому-то очень мощные покажется струя, то здесь можно отрегулировать вот ваше желание. А также, что очень важно, вот этот, обратите внимание, контейнер для воды. Здесь не 150 и не 200 миллилитров, он на 300 миллилитров. А также обратите внимание, в отличие от конкурентов, трубка, которая засасывает воду, обычно у кого-то она просто пластиковая, упирается в дно, засасывая снизу воду. Ну, либо такая-то тоже гибкая, но она опять же упирается в дно. И тем самым, те оригаторы работают строго в таком положении, что и есть минус. То есть, если вы перевернете, он не будет засасывать воду. А этот оригатор, видите, что с трубкой происходит, когда мы наклоняем. То есть, здесь оригатор работает в любом положении. А также, смотрите, какие плюсы этого оригатора. Воду можно заливать так, но, допустим, многие говорят, что вода может задохнуться, закиснуть, и нужно промыть контейнер. Для лучшей промывки можно его отстегнуть. Нажимаем на эту кнопку. Я это делаю первый раз. Боюсь, что-то сломать. Просто очень плотно сидит. Все, отстегнулось. Смотрите, здесь тоже прокладка. Кстати, воду можно заливать и также через верх, либо через это, кому как удобно. А также его можно промыть хорошенько водой, и контейнер у вас чистый. Ну и опять же, тот самый пресловутый наконечник, который позволяет работать оригатору в любых положениях. Посмотрите. Видите, он здесь тяжелый такой наконечник, который постоянно стремится на дно. Здесь, кстати говоря, винтики нас ждут. А это означает, что в случае чего что случится, то его можно раскрутить. То есть, очень легкий доступ к внутренностям. и это очень хорошо. Он так все-таки защелкивается. Это же кнопка для защелкивания насадки. Давайте установим насадку. Вот так он устанавливается. Крутится в любые стороны для удобства. Чтобы ее снять, нажимаем. Она, кстати говоря, сама вдергивается. Смотрите. Оп. Для языка. Для имплантантов. для брекет-систем. Ну и щетка. Мне даже интересно, как она работает. Чуть позже я даже проверю. Он так как не выпрыгивает, конечно, как все. Хотя, вот еще не разработалось. Интересно, какой эффект. Из нее тоже вода потечет. Вот так все это работает. Давайте попробуем его зарядить. Достаточно взять обычное разрядное устройство. 5 вольт, 1 ампер. Включаем его в сеть и заряжаем. Тем самым у нас начинает моргать лампочка с индикацией батарейки. И опять же, если у вас нету зарядного устройства, можно взять пауэрбанк, подключить к нему кабель и на зарядку. И, кстати, говоря, с помощью этого пауэрбанка я могу посмотреть ток заряда. Обратите внимание, он составляет 0,6 ампера. Кстати, этот пауэрбанк у меня был на обзоре. Ссылочку я оставлю здесь, сверху. Можете ознакомиться. Он настолько прекрасен, что он показывает индикацию заряда, которую он отдает, а также напряжение и показывает емкость. Судя по характеристикам этого аригатора, здесь встроен аккумулятор на 2000 мАч. И он заряжается в течение 5 часов. Хватает его на 12 дней приметно. Но это не означает, что вы включили и без передыха пользуетесь все 12 дней. По медицинским меркам им пользоваться можно до 2 минут. Именно поэтому здесь вроде как встроен таймер, после которого аригаторы включаются. Итак, я только что провел на себе этот аригатор. Да, действительно, ощущения остались только положительные. То есть эта кнопка мод, выбираем режим самый максимальный. Кстати, сразу предупреждаю, что если кто-то подумает, что он очень слабенький, сразу на максимум, 10 раз подумайте, начните с самой минимальной, потому что я решил на самом максимуме, в итоге у меня начали кровоточить десны. То есть это очень больно. Поэтому выбираем режим и далее включаем. Также при включенном режиме можно менять эти режимы, что очень удобно. И, кстати говоря, по поводу таймера, действительно, здесь таймер на 2 минуты есть. То есть при работе 2 минуты ровно и далее этот реагатор выключается. Но с другой стороны я не понимаю зачем он нужен, потому как при самом минимальной работе этот лов, если полностью заполнить резервуар водой, то как раз вот этих 300 миллилитров и хватает на 2 минуты. Ну, соответственно, если вы увеличите темп, увеличите мощность, то и соответственно вода будет быстрее заканчиваться. Вы, наверное, спросите, каким образом я узнал про таймер и как он на самом деле работает. Я сделал проще. Я открыл эту емкость, отстегнул и сам поплавок опустил емкость с большим количеством воды и включил секундомер. Через 2 минуты этот реагатор выключился. Ну, а когда разрядится аккумулятор в этом реагаторе, он вас предупредит. При нажатии кнопки мод у вас вместо режима начнет моргать вот эта индикация с батарейкой, означающая низкий заряд аккумулятора. Поэтому вынимаем заглушку и вставляем зарядной кабель. И так не получилось мне в домашних условиях вам показать полноценные как работают реагаторы, ну, потому что я уже залил себе всю ванную, а во-вторых, полости рта все это показывает, это, во-первых, нефотогеничное, да и нефотогеничное. Давайте продемонстрирую, как это работает. Это минимальная скорость. Во время работы можно менять режим мод и ставить сильнее. это максимальный режим. Как я уже говорил, за счет такого вот поплавка тяжелого, ну, вернее, это не поплавка, а груз, регаты работают совершенно в любом положении. Видите, да? А конкуренты такого не могут. Видите, да? Работа на максимальном режиме. Лично мне аригатор очень понравился. Жена его тоже оценила. Ссылку там, где я его приобретал, я оставлю в описании под видео. Также не забываем ставить лайк за труды. Я вам очень благодарен. Если есть какие-то вопросы, то задаем в комментариях и охотно всем отвечаю. Да, и не забываем подписываться на канал, если не подписан. Здесь много чего интересного автомобильного и вот такого и не только. Могут пробивать листья. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok